и снова добрый день дорогие мои сегодняшнее видео как вы понимаете я записываю анонимно чтобы избежать претензий со стороны наркологических клиник которые занимаются кодировкой и подшивкой но если честно мне на них плевать а с вами как всегда алкобарты мы конечно же будем пить и о чем-то еще поговорим а поговорим мы как вы поняли о тех самых кодировках и подшивках что такое кодировка и это когда вас в кабинете врач сажает напротив себя пытается вас чем-нибудь там ввести в гипноз вращением шатанием какого-нибудь предмета и говорит все с этого момента ты больше не привязан к алкоголю алкоголь тебе безразличен и теперь если ты выпьешь хотя бы рюмочку тебе будет очень очень плохо я действую на твое подсознание ты можешь даже не вслушиваться в то что я говорю но это все равно по 10 больше не привязан к алкоголю алкоголь тебе безразличен 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 ну вы поняли короче клиническую картину этого дела и вариант 2 это подшивка это та самая торпеда когда вам что-то вшивают и говорят что все капец господа кстати вот майк сегодняшняя на тематическое это называется алкаш помогает другу избавиться от торпеды ну да ладно что такое давайте наверное вот начнем как раз той самой подшивки что такое это самая торпеда некоторые я вообще слышал разные версии я охреневал просто когда говорят что у меня там вшито что-то которая гуляет вместе с кровью и если что я умру но это ладно это отдельные люди так думают грубо говоря вам делают надрез в жопу под лопаткой где-то в пузе там может в руку вашу какая разница есть несколько мест куда это дело вшивать и торпеда это тот самый дозатор содержащий десульфирам десульфирам или его производные их несколько разных на рынке неважно общая идея это десульфирам десульфирам действует очень по западлицки давайте сейчас про спирт смотрите спирт я буду сокращенно спор разлагается первыми ферментами ну опять же не буду вдаваться до ацетальдегида а c пусть будет и после этого еще одни ферменты врубаются в процесс и будет уксусная кислота у к прям как уголовный кодекс так вот десульфирам просто блокирует действие вот этих ферментов вот здесь и у вас спирт окисляется только до ацетальдегида как это выглядит в живую ацетальдегид это тут самый бадун ну вот просто это тот самый бадун ацетальдегид довольно серьезный тканевый яд который травит весь организм и если он раскладывается дальше все бадун проходит если нет бадун остается конечно те которые вас подшивают обещают что этот бадун у вас не пройдет вообще пока вам не вколют некое спасительное лекарство сейчас мы о нем тоже поговорим но по факту они правы при приеме с десульфирамом алкоголя он расщепляется только до ацетальдегида и дальше все а дальше у вас организм начинает тихо им травиться это выглядит как бадун вот самый страшный бадун который вы испытывали умножьте его на 10 все у вас жуткая тахикардия у вас может сбиваться сердечный ритм у вас могут быть проблемы с дыханием вот вплоть до отека мозга и летального исхода кстати по моему летальная доза при приеме десульфирама составляет грамм 200 в пересчете на водку я не помню точно пусть будет 200 и вот тут у нас возникает первый вопрос предположим врач который этим занимается давно и упорно берется за это деньги за эти подшивки и так далее да мы ему конечно верим они реально вшивают то самое тот самый десульфирам в нужной нам дозировки то есть насколько нам нужна подшивка на полгода там на год на пять лет по моему больше пяти лет нету но теперь представьте ситуацию жена привела к нему абсолютно не какущего алкаша вообще никакого он синий с головы до ног он нихрена не соображает хотя бы потому что он не пил последние дня два-три это обязательно условия для подшивки и вот он ему в это вшил и отпустил а на завтра этот бухарик с утра пошел к 9 утра там к магазину и с друзьями бахнули бутылку на троих и все а сердечко то у него уже слабенькая а головушкой он уже когда-то ударялся да кто из нас не ударялся вообще все организму и так капец был до того и он естественно склеивает ласты добродушно и радостно с кого будут спрашивать правильно с врача именно поэтому господа наркологические клиники вы меня сейчас смотрите да я вам это говорю в глаза напрямую большинство вшивают пустышку или вам какие-нибудь витаминчики туда вкинут и вот тут начинается самое интересное предположим вы пришли и видите все подшивайте меня нахрен больше не могу и тебе потом дают попить какой-нибудь водички ну так для успокоения нерв игорь слушай давай проведем эксперимент пока мы здесь пока все хорошо давай мы выпей к 50 грамм водки просто посмотреть действует торпеда или нет вы радостно пьете полтишок ну вы до этого пару дней не пили вам надо бы и через пять минут 5-10 у вас начинается всеобщий колотун в организме вас реально колотит у вас кровь подкатывает то туда то сюда давление скачет все капец вы понимаете что это жопа вы смотрите на них умоляющими глазами они с вас поржут еще пару минут и год все сейчас мы тебе все исправим что-то вкалывают и вам становится хорошо вы понимаете что все жопа торпеда подействовала идете домой весь в печали в страданиях ну понятное дело все теперь пить откровенно нельзя и соответственно весь срок этой торпеды ждете пока пока все это выйдет вам сказали там на пять лет вас подшили и вы пять лет в печали как сам нам было но это уже другой вопрос а сейчас я вам расскажу что произошло вам шили пустышку после этого дали раствор того же самого десульферама в небольшой дозировке и сверху дали вам водочки вы прочувствовали моментально на себе все ощущения которые должны бы после подшивки поняли что все вам этого испытывать больше не хочется это нормально и логично и соответственно весь срок терпите как это все проверить что вам вшили вы звоните в любую наркологическую эту клинику которая этим занимается и говоришь слушайте а можно подшивку как-то снять первое что они вам скажут и скажут так все идите туда где вам ставили потому что они реально не знают ставить вам пустышку или тот же десульферам как как бы надо по большому счету кстати в европе он получит ли не под запретом потому что это считается этически неправильным влияние вот это вот на клиента но вы идете в свою клинику и там вам говорят слушайте так в принципе мы можем снять действие вы как раз вспоминаете как вам что-то дали попробовать и потом это действие сняли и понимаете что до антидот то есть вот на этом месте я предлагаю выпить я вам скажу одну страшную вещь белорусский яблочный шнапс кстати достаточно очень прикольная штука много пить его не надо но иногда вот так вот по чуть-чуть можно яблочком пахнет из закуска меня естественно яблочко сами понимаете зато чтобы никого из вас никогда не подшивали и занюхать яблочком так вот они вам говорят что да есть курс есть такой курс можно есть антидот мы его сейчас снимем три укола один сейчас один через пару дней ну какой клинике фантазия как работает потом еще третий стоит они грубо говоря там баксов по 50 каждый укольчик и все и действие торпеда уйдет ничего вырезать не надо все хорошо но тут кроется одна интересная вещь у десульферама нет антидота вообще нет совершенно пока он есть в организме пока он не вывелся естественным путем он будет работать и вот если вас тащат куда-то подшиваться жена устала от ваших запоев тащит вас за уши 2 дня не пей и пойдем на подшиваться ты гришь ну хрен с тобой пойдем уже и в клинике задаешь один вопрос по большому счету а можно ли потом как-то ну будет там свадьба у дочки в день рождения соседа можно ли будет как-то это снять если они вам говорят да есть антидот плють и ему в глаза и уходить из этой клинике потому что антидота десульферама нету в принципе но есть вещи которые можно вколоть или перорально принять и они облегчат ваше существование этими вещами является синька не то что вы сейчас подумали а обычная синька которая для стирки это метиленовый синий есть такой краситель на его надо колоть внутривенно поэтому не каждый сам себе сможет тем более от него есть потрясающий эффект уже к вечеру вы будете ссать ярко синим цветом но он снимает эти симптомы димедрол который достаточно тяжело достать предположим и дальше два варианта которые может достать каждый первый аскорбинка не очень хорошо действует но облегчает симптомы и любое лекарство от аллергии абсолютно любое они абсолютно полностью купируют вот эти вот появляющиеся симптомы на фоне воздействия десульферама с алкоголем и в принципе если у вас действительно там свадьба у дочки день рождения у соседа вы можете с чистым сердцем бухнуть но потом это быстренько принять и тогда она более-менее успокоится по крайней мере жуткого буду на вот этого переходящего смертельное состояние у вас не будет кстати ушлые клиники которые этим занимаются они говорят что да если ты все-таки бухнул поразит такой мы тебе сможем снять симптомы но это будет очень дорого это в принципе от половины стоимости подшивки до процентов 70 я негодно мы тебя предупреждали на что ты шел и они те приедут и в колют тот же например димедрол и те сразу полегчает это решишь что антидот существует на самом же деле его нет и никогда не было пока все не выведется сама не получится ну как я уже и говорил большинство все-таки занимается подшивками пустышек потому что потом сидеть из-за каждого алкаша смысла никому нет но есть есть одно лекарство подшивка которым ой честно говоря я считаю что создатели нолтрексона должны в аду жарятся на отдельный для них сковородки потому что это лекарство действует просто сволочным способом она блокирует при поступлении алкоголя в организм выработку эндорфинов нолтрексона обычно используется в наркологии именно в классической наркологии то есть это героин это кокаин для лечения от зависимости общая идея какая при со спиртом он взаимодействует точно также при попадании в организм спирта или наркотических веществ он блокирует выработку эндорфинов то есть говоря человеческим языком вы пьете радости не наступает то есть вот в этом вот основная печаль ты можешь бухать сколько хочешь ничего на тебя не повлияет но ты тупо пьянеешь ты понимаешь что ты пьянеешь а радости от этого нет но там есть куча противопоказаний кстати что к первому варианту что ко второму и это куча противопоказаний просто перебивает все остальное там любые сердечно-сосудистые заболевания любые перенесенные травмы головы язва желудка сахарный диабет да хрен знает что еще является противопоказаниями для подшивки поэтому как говорится будьте спокойны если вы старше 25 любое заболевание у вас все равно найдут но честно вот именно но трексон меня убил до глубины души вот просто то есть ты пьешь а радости не наступает вы блин даете а сейчас про кодировку кодировка но я уже вначале показал что это такое это в начале обычно в большинстве случаев это групповой сеанс то есть сколько пришло на кодировку вот людей все они рассаживаются куда-то им рассказывают о вреде алкоголя антисоциальное поведение и так далее и тому подобное может какой-нибудь кино покажут о вреде как оно действует и потом поодиночке их куда-то уводит куда их уводят все понятно это их в комнату к главному кодировку как я их называю которые тебе будет рассказывать вот то самое что все я внушил тебе что нельзя и капец кстати недавно на стриме думал все-таки сказать эту фразу что ребята давайте пособираем донаты на мою кодировку чтобы я закодировался и раскодировался сразу же в ближайшем баре но единственное я понял что снять мне там конечно же никто не разрешит там же врачебная тайна там работают серьезные люди с кучей дипломов кучей естественно благодарности от излечившихся и так далее и тому подобное по факту эффективность кодировки ноль как говорится с тремя восклицательными знаками нет я вполне понимаю что вас может туда привести жена которая отчаялась уже вас вывести из запоя она уговорила вас кое-как не пить от дня до недели а это обязательное условие перед кодировкой там у кого как у некоторых сутки достаточно у некоторых неделю заплатили эти несчастные там 70 80 баксов и вас закодировали и вы ну я не знаю можете даже ради смеха собственного и посмотреть на реакцию остальных пару дней не пить но ключ от кодировки находится на дне бокала я вам абсолютно серьезно это говорю потому что делаете вот так наливаем и пьем все господа кодировка снята вы можете выпить одну рюмку 23 вы будете ждать тех самых ты умрешь тебе будет плохо но она не придет и тут вы задумаетесь а был ли смысл вас просто обулино бабло вас просто обулино бабло потому что любая кодировка это как экстрасенсы это как гадалки это банальный развод на деньги которым многие пользуются и да когда мне все надоест я наверное открою я скажу что я бросил пить я открою свою клинику и буду собирать деньги вот таким образом хотя нет у меня на совесть еще есть так вот кодировка ну вы поняли по нулям но есть совместный вариант кодировка с подшивкой вместе это вообще волшебно вот в таких случаях стопроцентно вшивают нулевку просто потому что смысла нет как говорится на тебя воздействует психологически на тебя воздействует физиологически тебе что-то куда-то воткнули ты после этого реально пару дней будешь ходить как с другой планеты потому что что-то здесь не то и бухать мне точно никогда нельзя в принципе до первой рюмки в принципе до первой рюмки и вы знаете дальше да наверное даже дальше даже нет смысла рассказывать в принципе я всю идею уже озвучил общая идея в другом если вы хотите не пить вы не пьете если вы хотите пить вы пьете если вы не хотите бросать пить никакая не кодировка не подшивка вас не спасет просто вы все равно набухаетесь все зависит от нас самих ребят поэтому у меня к вам только одно предложение пейте в мир мера у каждого своя и не надо этих шуток за 300 из серии мера это древнерусское ведро мера это упал хватит ну это конечно смешно но не настолько реально у каждого свое кому-то 100 грамм кому-то 250 кому-то пол литра мало но смотрите смотрите ребята как только у вас доза начнет неконтролируемо увеличиваться тормозить лучше тормозите на этом моменте его за это я бы хотел выпить за это и вы знаете я бы еще и выпил за тех самых кодирологов как я их называю они нашли свою нишу они нашли свое золотое дно грубо говоря это продавцы воздуха ребят но они этим успешно занимаются и есть люди которые в это верят а с другой стороны это и хорошо кто-то поверил кто-то бросил пить молодец за вас ребята за ваши лайки за ваши подписки за ваш комментарий за то что ждет следующих видео выходящих с пугающей периодичностью и за то чтобы никто из нас никогда не сталкивался не с кодировкой не с подшивкой не с их совместной работой и всем пока не субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok